Всем привет! С вами Мисс Апаш и я продолжаю прохождение Хорайзен Запретный Запад. Прошлое видео я закончила у входа в хранилище копии Геи, предварительно изготовив запал. И сейчас собираюсь проникнуть туда и найти эту копию Геи. Итак, используем запал. Но тут лучше отойти. Иначе может затронуть. А тут у нас есть сундучок и дверь, которую нужно открыть. Открываем. Тут же все затоплено. А на другой стороне еще дверь с генетическим замком. Наверняка копии Геи должны быть там. Надо понять, как туда пробраться. И нам действительно нужно пробраться в дверь напротив. Только это будет очень долгий путь. И я захожу в первое доступное помещение. А тут у нас есть запись, где мы видим, что последними посетителями были Трэвис, Элизабет, Хэнк, который пытался украсть Гею и охрана. Ну и, конечно же, есть сундучок. Все забираем и выходим. Я собираюсь побывать во всех помещениях. И начну я с правой стороны. Все как обычно. Я пробираюсь по каким-то древним руинам, а ты шпионишь за мной через визор. Хватит предаваться ностальгии. Постарайся найти копию. Я аккуратно перепрыгиваю со столба на столб, добираясь до самого последнего. Но, если вы сорвались, ничего страшного. Можно доплыть до исходной позиции и подняться по лестнице. Тут такая возможность есть. Вот я на последнем столбе и использую крюкохват. Может пригодиться крюкохват. Прыгаю на колонну. И сейчас мне нужно прыгнуть назад. Вот на то место. Я допрыгиваю. И тут у нас находится сундучок. Выше, к сожалению, мы подняться не сможем. Туда можно добраться с другого места. Ну, а сейчас я собираюсь вернуться. И вот вы видите, зацепиться крюкохватом мне не удалось. Но тут можно доплыть. И подняться по лестнице. Это как раз тут вариант вдруг, если вы сорвались. Ну, а теперь я направляюсь налево. Снова же перепрыгиваю по столбам. И использую крюкохват. Запрыгиваю на колонну. И перебираюсь по ней. Сейчас мне нужно допрыгнуть до следующей колонны. Вот я на ней. И тут я советую двинуться вправо. Чтобы сначала запрыгнуть на верхний этаж. А потом уже спрыгнуть на нижний. Вот я на самом верху. И мне снова нужно прыгнуть назад. И тут у нас снова сундучок. Больше ценного ничего нет. Но зато тут можно просто спрыгнуть вниз. А лестницы лучше везде опускать. Это как раз на тот случай, если что-то пойдет не так, и вы окажетесь в воде. Тут можно запрыгнуть через люк. Нам нужна энергия ячейка, которая находится тут рядом. Я ее вставляю. И дверь можно открыть. Но в соседнем помещении нам снова же нужна энергия ячейка. Поэтому я ее вытаскиваю. И тащу с собой. Вставляю. И тут у нас аудиозапись. Давайте прослушаем. Дружище! Вестник конца света. Чем могу помочь? Твои изменения для Паука Отшельника Отдельное хранилище для образцов Геи и Аида. Нет, это слишком дорого. На следующей неделе я переношу испытания Аида в штаб-квартиру Нового Рассвета. Придержи коней. Попробуй объяснить на пальцах. Кроха Аидик злобная тварь. И его нельзя доставать из колыбели. Пусть только дернется, и она отрежет его от всех коммуникаций. Так что эта жуткая темная нора – идеальное место. Отсюда очень сложно вырваться, поэтому супервирусы, что вы тут собрали, еще не разорвали планету. Помнишь про Дракснет-4? Кажется, вы с ребятами прозвали его Молдавский взлом. У этого проекта была секретность уровня 9. А, ты думал, что твои дуболомы замели все следы? А тут пришел старина Треф с лупой и сумел разглядеть, откуда ноги растут. Нет уж, пусть Аид побудет здесь. До связи, Тедди. Если этот комплекс был изолирован от мира, то копии Геи здесь должны были сохраниться. И Тед Фаро не мог уничтожить в них базу данных Аполлона. Как вы видели, я запрыгнула наверх, а сейчас столкнула ящик вниз. Но сначала я перепрыгну через пролет. И заберу все из сундучка. Вот вы видите, в соседнем помещении тоже что-то есть. Это надо взять на заметку. Ну а сейчас спрыгиваю вниз. Получается, нам нужно вернуться за энергоячейкой туда, где мы ее оставили. Но и тут нам как раз поможет ящик, который мы скинули вниз. Я его придвигаю к тому месту, где возможно забраться. И запрыгиваю наверх. Ну и здесь у нас есть дверь, в которую мы должны пройти, и кристаллы. Используем запал и быстро отбегаем. И проход готов. Мы попали туда, откуда начинали. И забираем свою энергоячейку. Но спускаться я пока не буду. У нас есть выше ящик, который можно зацепить крюкохватом. И он нам поможет забраться наверх. Вроде нормально стоит. Теперь можно запрыгивать. И я наверху. Тут у нас есть сундучок. И самое главное, ради чего я сюда поднималась, тут есть запись. Это информация о заданиях. Погнали! Здесь говорится об очень защищенном устройстве, так называемом пауке-отшельнике, который рассчитан на хранение двух программных модулей, в которых хранятся Аид и Гея. И отрабатывается симуляция попытки захвата. Гея против Аида. Ну а теперь можно возвращаться назад. Тут больше ничего нет. Я спрыгиваю вниз и забираю энергоячейку. И уже с этой энергоячейкой я спускаюсь вниз. И вставляю ее сначала сюда. И подхожу к консоли. Ну и одновременно открывается ящик. Все забираем. Что это у нас тут? Ну а теперь нужно снова вытащить энергоячейку и вставить ее в другое место. И тут у нас голозапись. Давайте посмотрим. О, да! Лиз, я такое сделал, что ты меня рассылаешь всего. Я представил себе, как эти бездельники из Зенита открывают нашу фальшивую гею. И подумал, что нужен финальный штрих. Это не розыгрыш, Трэвис. Да-да, я знаю. Я лишь встроил в нее наши аватарки. Крошка ты и крошка я. Чтобы лично и душевно сообщить им об их провале. Может, отправишь уже? Как только скомпилируется. А потом мы это отпразднуем. Я прихватил все нужное. Пиццу, абсент, пару мешочков для сокса. Как только закончим, я возвращаюсь в Брэйс. Ты меня поражаешь, Лиз. Почему все вы такие из себя герои? Почти небожители. Так любите весь мир. Но ни одного человека. У тебя друзья хоть были когда-нибудь? Компиляция завершена. Файл пустые обещания готов к отправке. Будь добр. Отправь. Логическая бомба запущена. Получайте, зенитики. Ты, как всегда, лучший в своем деле. Я всегда тобой восхищался, Лиз. Клянусь могилой матери. А она была набожной. Трэвис ошибался. Элизабет хотела, чтобы жизнь продолжалась. Она заботилась обо всех. Я в этом не уверен. Выдающиеся умы всегда одинокие, Лой. И нам с тобой это хорошо известно. Ну, а мне нужно снова подняться наверх. Но пока я не буду выходить, а снова использую ящик. И я его тащу в то место, где я начинала. Тут есть еще один сундучок, за которым можно подняться. Это снова же не обязательно. Но я покажу, как это сделать. Попробую так запрыгнуть. Не получилось. Ну, тогда еще выше затащу ящик. Вот так вот. И попробуем сейчас. А сейчас все вышло. Так что, таким образом, можно забраться сюда. Ну, конечно, тут ничего такого особенного нет. Но, чтобы вас не мучил этот вопрос. Ну, а теперь можно открывать дверь. Тут вроде все осмотрели и все взяли то, что возможно. Вернее, дверь-то уже открыта. Кажется, эту панель наверху я тоже смогу открыть. Только надо забраться повыше. Получается, нам нужно забраться повыше. Но не забудьте опустить лестницу. Ну, и тут слева можно подняться по лестнице. Поднимаемся на самый верх. Прыгаем вбок. И спрыгиваем. Тут ничего нет. Но наша цель это вот эта балка. Используем крюкохват. И придется с разбега прыгнуть на нее. Ну, и перебираюсь по столбам. Ну, вот, я на самом высоком. И я использую щит-крыло. И вот я уже на месте. Я размышляю, куда двинуться. Вот, кстати, эту лестницу опустите первым делом. Она очень понадобится. И вот там вот впереди вы, ну, позади нее есть сундучок, за которым мы потом еще вернемся. Ну, а сейчас я продолжу путь в эту сторону. Запрыгивай сюда. И тут снова понадобится щит-крыло. Используем. Вот мы на месте. Но я пока не буду заходить вовнутрь. А вот как раз вернусь к еще одному месту, куда можно забраться. Здесь можно использовать крюкохват. И потом допрыгнуть. Ну, допрыгиваю я с разбега. Перебираюсь по колонне, забираюсь на самый вверх и прыгаю назад. А тут у нас есть дверь. Хотя тут оказался всего лишь один сундучок. Но, тем не менее, сюда тоже удалось собраться. Ну, и теперь мне нужно вернуться назад. А как вернуться? Я снова использую щит-крыло. Я вернулась. И теперь можно использовать запал, чтобы проникнуть вовнутрь. только обязательно отбегите, иначе вас снесет в воду. Кстати, я тут забыла про лестницу, которую лучше было бы опустить еще до взрыва. Так как если бы вас взрывом снесло в воду, вы могли бы по ней подняться. А здесь у нас аудиозапись. Тревис не терпит предателей. Давайте послушаем. Вот эта мощь! Сколько там децибелов? За шумопоглощающим полем? 150. Значит, нас не услышат. Как дела, Трев? Я давно тебя знаю. И ты никогда никого не обманывал. И вдруг дальний зенит. Я хотел рассказать тебе. За копию гей они обещали мне место на Одиссее. Но я им сразу сказал, что мне нужны две каюты. И я беру с собой Тревер. Боже, Хэк! Похоже, звукопоглощающее поле сломалось. Ты в порядке? Да, я-то нормас. У меня тут персональная защита. Твои уши вряд ли тебе теперь помогут. Но все мои слова появляются там в виде текста. Видишь? хорошо. Пока я прибавляю музыку до 170 децибелов, может, напишешь код для передачи? Да, вот так. И это все? Шикарно. Спасибо, Хэнк. Молодец. Охрана, можете забирать Хэнка шоуа. Не, все еще дышит, но прибраться тут не помешает. Может, визор включить? Таким образом, нам нужно найти код. А тут есть запись искушения. Здесь как раз и есть те четыре цифры кода, которые Тревис взял из названия вируса Теда Фарро из проекта Паутина слуг. И это семь четыре восемь два. Здесь он создал много вирусов, пока не переключился на новый рассвет. Так что теперь дверь можно открыть. Ну и сюда мы вводим код. Семь четыре восемь два. Готово. выходим. С этой стороны ничего нет. И направляемся к двери. Открываем ее. Ну и тут нужно подняться наверх. помещение. тут у нас еще одно помещение. Давайте зайдем. ну и есть аудиозапись. Извинения. сделки не будет Тильда. Новый рассвет получил эктогенные камеры. Дальнему зениту нужна база данных Аполлона. Этот случай не Вы пытались украсть гею. Я к этому не причастна. А виновных вы наказали. После вашего вируса они еле восстановили системы. И я должна поверить, что ты ничего об этом не знала? Лиз, перестань. У человечества и так мало шансов. Но вдруг выживем только мы. Неужели нам не нужен будет Аполлон? В напоминании о нашем прошлом, ошибках. Умоляю тебя. Ладно. Получишь ты копию Аполлона. Спасибо. Поговорим еще раз про... Прощай, Тильда. Хватит уже. Пора забыть. В голосе Элизабет звучала грусть. Наверное, это что-то личное. Наверняка. Ну и сейчас выходим из помещения. Мы уже близки к цели. Я уже близко. Тут тоже лестницу опустите. Если вдруг у вас что-то пойдет не так. Запрыгиваем на колонну. Передвигаемся вправо. И нам нужно зацепиться крюкохватом. Тут спускаемся вниз, прыгаем на перекладину. И вот ту балку можно зацепить крюкохватом. Отгибаем ее и на нее перепрыгиваем. Теперь на столб. И сейчас также аккуратненько перепрыгиваем по столбам. Но тут нам снова понадобится крюкохват. запрыгиваем запрыгиваем на него. И наша дверь уже рядом. Отсюда можно уже до нее добраться. Но я вот вижу там еще одно место, где что-то есть. Поэтому я доберусь туда. Ну и тут использую щит-крыло. Вот вышло очень удачно. Я сразу на нужном этаже и использую запал. Только тут нужно обязательно спрыгнуть вниз. Тут куда вы не отбежите вас несет в воду. вот я прыгаю вниз. Ну а здесь можно забраться спокойно. Так что мы попали туда, куда нужно. И тут у нас ящичек. Ресурсов, конечно, много, но больше ничего нет. А теперь нам нужно вернуться. и вот тут к сожалению есть проблема. Может быть, конечно, можно было попробовать использовать щит-крыло, но я собираюсь еще вернуться в одно место. Там у нас есть сундучок. Поэтому я прыгнула в воду, а тут забираюсь наверх. И тут как раз лестница, которую мы опускали, пригодилась. У нас остался еще один сундучок, из которого можно забрать ресурсы. Я разбегаюсь и прыгаю туда. Но это она зря так говорит. Тут как раз можно и добраться. Подпрыгиваем и цепляемся к рукохватам. Ну а теперь перебираемся на ближний столб и снова используем рукохват. все. Теперь нам нужно только перепрыгнуть. И мы уже у цели. затопленный лабиринт. Я добралась. Что ж, вперед. Если эта дверь работает. Итак, открываем дверь. Проводится опознание. динамичный профиль подтвержден. Ход разрешен. Здравствуйте, доктор Собор. Добро пожаловать. И вот мы добрались до паука отшельника, о котором говорилось в одной из записей. Ну и махина. Похоже питания нет, но та консоль работает. тут тоже потоп. Надеюсь, вода не повредила ничего важного. Например, копию. Найди ее. Но сначала заберем все из сундучков, а их тут три по кругу. Вот второй и остался еще один. Ну теперь подходим к консоли. Генетический профиль подтвержден. Здравствуйте, доктор Собор. Хотите запустить паука отшельника? Хочу. Запускаю. Да, запускаем. Мне это не нравится. Устройство нестабильное и очень тяжелое. Осторожней. питание подвела. И тут есть данные. Похоже, паук отшельник это отладочное устройство для геи и Аида. Надо взглянуть на тот терминал. Да, вперед. Взаимодействуем с терминалом и нам показывают цель, куда нужно выстрелить стрелой. Так, я думаю эти два круглых контейнера хранилища. В одном копии Аида, в другом гей. И чего ты ждешь? Хранилище Аида опустилось, а гей застрел. Так отцепи его. Как все ненадежно. Надеюсь, ты ничего не повредила. Что ж, раз механизм опустился, я смогу достать контейнер. Кстати, забегу вперед. До этого лучше. приготовить еду, поставить активным прилив отваги усиления с восстановлением здоровья и приготовить охотничьи стрелы. низкий цифровой след занято два процента? Так быть не должно. Гей обладала мощным суперинтеллектом. Она должна терминтеллектом. ненадежно 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 без подфункции ты сделала все что могла и все впустую может быть спасти мир в одиночку не способна даже ты стоп-стоп без подфункции она бесполезна но подфункции же есть где-то изначальные разбросанные по миру после взрыва исходный день кто знает где их искать ты не успеешь вовремя а даже если успеешь таинственный сигнал изменил их кокаида это не выход еще какой конечно если получится попытаться ты нашла минеру но она молчит она рядом и я доберусь в горах к западу от песни долины я надеялась найти все подфункции но для начала хватит и одной да найди минеру с ней можно запустить эвристическую матрицу гей обретя сознание она поможет мне найти и собрать остальные функции и восстановить ее по частям очень умно все еще считаешь что я не спасу мир кстати об этом тревога нарушители тревога элой слушай меня внимательно эти нарушители хотят того же что и ты вернуть гею затем и пришли твои друзья нет мы не знакомы импульс данных с местоположением запасной копии гей я передал анонимно они могущественны но не навредят тебе когда узнают кто ты и что ты лон элизабет собек генетический ключ который перезапустит гель и восстановит систему ты им нужна я предупреждала сайленс хоть раз элой прими неизбежной открой люк я верну гею спасу жизнь на земле а потом я найду тебя и прикончу я пытаюсь помочь тебе попробуй теперь пошпионить новый визор без вирусов думай думай давай может они могущественные но только я могу открыть люк вопрос в том как я отсюда выберусь в воде есть течение небольшое но может это выход генетический профиль подтвержден что вход разрешен здравствуйте доктор собак добро пожаловать да уж неожиданно это интересно бета и сейчас становится понятно как смогли открыть эту дверь и кто получилось прелестно тот импульс шел отсюда кто-то что-то не так нет призраки бета так есть идеи какого черта тут делает клон элизабет собак последняя надежда гей на восстановление сделала перед самоуничтожением не нравится мне это она мне не нравится она не нужна но эти нет и одной хватит эрик что охотишься на клона легко а вдруг она послала импульс тогда это было глупо но мы добыли что нам нужно так что давайте используем итак сайланс ошибался и илой все-таки собирается убить и перед нами враг которого илой сейчас не может победить часто убивал виртуале но эту дрожь тела пока из глаз уходит блеск жизни голограмма не передаст ты продолжай болтать так целиться проще ты правда считаешь что твои палочки могут навредить мне нам дали понять что его не убить это будет весело поэтому тут самая главная задача избегать атак эрика я отбегаю на противоположный конец съедаю приготовленную еду и немного дожидаясь эрика когда он подойдет это нужно для того чтобы мне успеть подбежать консоли и эрик при этом не должен быть рядом а сейчас только уворачиваться я взаимодействую с консолью и теперь видны крепления в которые нужно попасть при этом крепление активируется спустя какое-то время и тут самое главное не подпускать эрика близко вообще лучше его держать в поле зрения но это достаточно сложно когда еще нужно попасть в крепление таких креплений тут пять вот уже два вот видите он может поражать электричеством судя по всему плазмой какими-то глыбами из льда а также у него есть оружие и поле которое сносит сразу пол жизнь поэтому в этот момент с ним рядом находиться нельзя три крепления у нас есть вот четвертое кстати обратите внимание что еда мне пока обеспечивает защиту и действует она три минуты мне хватит практически на оба этапа вот чуть-чуть задержалась и он тут же меня достиг а тут вы могли заметить ту поля которое сносит пол жизни ну и последнее крепление на этом первый этап пройден и тут у нас начинается второй этап сейчас нам нужно попасть в кабельных таких кабелей шесть я использую тут прилив отваги усиление с автоматическим восстановлением здоровья мне даже показалось как-то она резвее стала но это может только показалось кстати эрик тоже стал более агрессивным и быстрым первый кабель есть задерживаться совсем нельзя второй кабель есть причем в два сразу выстрелить не получается тогда эрик настигает я пробовала даже использовать лук воина который быстрый но оказалось что луком воина с первого раза кабель не разрушишь так что охотничий лук самый оптимальный вариант вот три кабеля ну не успела ну ладно я все равно сделала свое дело бегаю и дальше от него вот попала ну пока у меня еще жизни достаточно и остался последний судя по всему кстати эффект от еды закончился вот недавно все наконец-то если эта штука упадет она просто тебя прибьет лучше так чем от твоих рук попробуем его заманить но ничего не помогло жив остался а луи падает в воду и сейчас нам нужно будет поплавать теперь нам нужно будет отсюда как-то выбраться но это еще не все что это было убивая ее как ты просил а ты что подумал платформа упала тело утонуло с ней ясно и когда это все было не по твоему а призраки поиск и вот у нас появились новые враги призраки которых конечно сейчас мы не можем победить поэтому остается только бегство я направляюсь к проему доплываю до самого конца и только после этого ныряю вниз здесь нужно повернуть налево налево потом направо и снова налево по идее нам нужно проплыть прямо но воздуха для этого не хватит поэтому лучше заплыть сюда здесь место где призраки сразу не заметят но их можно отсканировать и они тогда появятся в записной книжке а сейчас я снова ныряю и плыву до следующего помещения тут плыву прямо до лестницы а затем поворачиваю налево и в эту дверь нам нужно будет проплыть но сначала лучше вздохнуть и выплыть на поверхность мы как раз находимся в незаметном месте но долго тут задерживаться нельзя я открываю дверь и плыву дальше поворачиваю налево и тут нужно очень интенсивно плыть и отталкиваться ногами тут мы плывем против течения но это достаточно короткий промежуток всплываем и оказываемся в каком-то замкнутом пространстве но тут нам поможет крюкохват открываем вентиляцию и пробираемся по ней а вот тут нужно приготовиться мы сейчас попадем туда где много призраков поэтому быстро ныряем и поглубже и плывем прямо нам нужно прямо и вот мы в безопасном месте а тут есть дверь снова которую нужно открыть открываем и наконец-то мы избавились от призраков от их преследования здесь нужно прыгнуть назад и мы попадаем в новое помещение и снова дверь ну хорошо что тут никого нет тут ничего особенного нет кроме этих кристаллов поэтому используем запал ну вот основное задание порог смерти завершено и вроде как на этом все но смотрим что будет дальше а тут засада и никуда не убежать и вот Илой уносит течение такое сильное что тут Илой не позавидуешь но зато выбралась хотя и здорово досталось и на этом я завершаю это видео смотрите продолжение в следующем ну и кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь и удачи вам с прохождением спасибо за просмотр спасибо за просмотр